Говорить за то, что сейчас происходит в салоне, что со временем там с этой машиной и произошло, нет, здесь просто надо говорить, знаете, что будет с вами происходить? До салона уже быткую, до кузова тоже быткую, до подвески, что будет происходить с вами, с вашими мыслями, с вашей душой, с вашим финансовым положением? Скорее всего, вы потеряете семью, вы перестанете видеть, сука, детей, еще раз говорю, у вас появится огромное количество друзей, которые занимаются ремонтом этих автомобилей, продают бушные запчасти, вы поменяете бары на разборки, привыкнете, что это разборка, чайник, кофе и рафинад, пришел и чоп-то и сказал, кофе будешь? Да, это скорее всего грязная кружка, рафинад с муравьями, как правило, испорченное настроение, потому что вы выложили его в котлету. Забудьте про телок, потому что телки на вас смотреть не будут, потому что вы выглядите 80% как чухан, если вы еще сами что-то это делаете, потому что у вас нет смысла ни одежды, ни кроссовок. За деловой костюм, вообще забудьте, потому что вот это, это пицц, пацаны, это боль, это трещина, это звуки скрипа твоей жопы, это звуки голода твоей семьи, это инфаркт, это инсульт, это проблемы, это звуки пустого кармана. Да, если морсоводы в заложники взяли, ты там моргни хотя бы, или что, у тебя третий обзор идет на морседесе. Что-то так получается, братан, я не знаю, что-то так получается, что они мне сами знали писать. Прикол в том, что ты знаешь, GT, допустим, я не понял, очень многие мои обзоры, да и не только мои, они смотрят в перемотках, да, ну там, перемотал, что-то нашел для себя там. И очень многие стали писать, типа, ты ничего не понимаешь. К тому, что я ничего не понимаю, я привык уже за все мое, ну, нахождение на ютубе, и мне как бы вообще на это по***ть. Ну, есть же какой-то смысл, когда я вот что-то говорю, я какой-то смысл вкладываю. И когда мы снимали GT, буквами, голосом, дифтонгом, колокольчиком, вот, ну, объяснял же, воздух сотрясал, звуки какие-то издавал, которые называются слова. Я объяснял, что я ее расценивал, как в городе, да, ну, я понимаю, что эта тачка на треке еб... какая, ну, она на треке еб... какая. А когда ты на ней ездишь по городу, в котором, ну, хотя бы 50% дорог на Ротару взявшие, ну, ты не получаешь от него кайфа. Опять же взять тот Мерседес, который мы снимали, S-Coupé, я опять же его сравнивал с GT-шкой. Говорил, что мое сравнение я даже несколько раз где-то повторил. И даже вот в этот момент люди мне писали, что как ты можешь сравнить S-Coupé и GT? GT это, типа, спорткар, а S-Coupé это не спорткар. В натуре, серьезно, я понимаю, что лошадь с Ишаком не вариант сравнить. Лошадь тоже спортлошадь, а Ишак, он не спортлошадь, пробник лошади. Читаешь эти комментарии, думаешь, ну, ты, 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 как они смотрят эти обзоры? А многие еще знают, что делают? Многие видят нарезки в Инстаграме. Заходят, короче, с этой нарезки на Ютуб, находят мой канал, и там начинают писать мысль о той нарезке, которую они видели в Инстаграме. Дело не в том, что мне Мерседесы стали нравиться, нет. Ты же знаешь меня, я, если мне BMW не понравится, я скажу, что это хуйня не машина. Поэтому всем здравствуйте, вот, всем салам, братцы, всем салам алейкум. У нас тепло, хочется работать, и кот приехал, закрутилось, завертелось, теплички, и вот, ну, прям вот настроение такое, прям вот, ну, ласковое, короче. Я бы сейчас сам себя помацал. Вот такое настроение у меня. Ну, весна, она же всегда располагает, да, вот к этому, флюиды, там, а вот бабочки внутри. У меня здесь, у меня здесь не только бабочки, у меня и мухи, и пчелы. Я тогда тоже, вот, кстати, на S63 купе так и сказал, что следующий обзор будет именно на Мерседес. Потому что случайно, как бы, увидел эту тачку в студии, и, ну, думаю, дай, ну, дай сниму. Ну, вот он попался, так просто сложилось, я не специально. Плюс это же еще интересная тачка, люди ее любят, это, ну, как бы, автомобиль, который до сих пор в трендах, будем так говорить, да. Это огромное количество автомобилей, которые я вообще не снимал. Очень много популярных блогеров, которые перешли уже на, в ранг каких-то дорогих тач, которые, ну, людям, по сути, недоступны. А у меня нет интереса снимать такие машины. Не, мне, конечно, хочется поездить на какой-нибудь, в общем, Паршаке 911, там, на Ламбе, там, или еще что-то. Но, какое количество аудитории будет интересно это посмотреть? Мы же никогда не делали видео для какой-то мажорной аудитории, которое бы интересно было посмотреть машину, которая стоит, там, 30, 40, 50 мультов. Я же всегда считал из себя и позиционировал себя, как блогер, который более близко к основной массе людей. Вот, поэтому, вот, пожалуйста, встречайте, сегодня у нас на обзоре ML-ка, 164-й кузов, шерсть и 3. С тех пор, как я первый раз поговорил с хозяином этого автомобиля, прошло немаленькое время, там, около месяца, что-то, пока они там что-то делали, пока еще что-то. Ты сам прекрасно знаешь, да, сколько раз у нас машины слетали просто с обзора, потому что у них что-то на***нуло. И когда, вот, им вот там, бля, сука, говорит, что Мерседес тоже ломучая машина, они вообще на***ю верить в это не хотят. Это старая машина, это нормально, но знаешь, что за момент? Что у BMW-шников, что у Мерсоводов, что у Тойотоводов есть одна очень-очень странная х***ня. Они никогда не признаются, что у них машины ломаются, ну, никогда. Японцы-таки это вообще отдельная каста людей. Японоводы, это вот вообще нестираемое мнение, что японец сможет ломаться. Но когда ты видишь этих двух людей, вот они загнали машины, Тойоты две, разные, абсолютные, в сервис, и стоят. Знаешь, на чё, вообще о чём разговор идёт? О том, что их машины не ломаются. Ну, она вот уже полтора века ездит. Я думаю, просто, ну, посмотрю, там резинки подусохли, что-нибудь. И второй тоже, полтора века, да, моя уже два с половиной ездит. У одного коробка, и у второго мотор лёг, и вот они стоят. Вообще мне 164-я ML-ка в варианте AMG очень сильно нравится. Простая, если кот выведет сейчас фотографию, без вы***вов, просто 164-й кузов, он максимально противный. Обзор я даже так хочу назвать, он слишком унылый, чтобы быть BMW. Да, это громко, но давай брать по внешности. Поставим сейчас обычную ML-ку и поставим там 70-ку. Ну, круто же 70-ка смотрится. Это именно то время, когда, ну, Мерседесу было очень тяжело тягаться с BMW. Не потому, что я BMW люблю, но это реально так. Поэтому я взял именно AMG, и мне он очень сильно нравится. Я прям кайфу. Мне нравится больше в чёрном цвете, но серебро тоже неплохо заходит. Поэтому любую тачку же, в принципе, обвесом каким-то можно сделать краше. Когда ты смотришь просто вот, ну, машину, ну, очень печальный кузов. Ну, прям очень печальный кузов. И почитав, немножечко поискав какую-то информацию, этот кузов считается одним из провальных кузовов у Мерседеса. У него огромное количество проблем по двигателю, огромное количество проблем по трансмиссии, огромное количество проблем по подвеске. Что такое 6.3? Что такое M? Что такое Turbo S? Вообще, Cayenne, BMW, ну, Porsche, Mercedes и BMW. Я когда делал обзор на Porsche, я сказал, что это первый в номинации, пущим по страховке. Второе место занимает, делят. Даже не занимает, а делят. Это X5 и ML. Потому что, ну, сейчас, в данное время, кто эти тачки покупает? Объясню, вот представь, вот ты сидишь, да, там, листаешь дром. Хочешь купить себе машину. Ты там, клерк какой-нибудь там, или, я не знаю, офисный планктон. У тебя есть полтора миллиона, образно говоря, полтора миллиона. И ты на дроме сидишь, листаешь. Там вы можете ознакомиться с актуальными ценами на эти машины. Ну, и если вообще ищите себе тачку, пожалуйста, переходите на дром. Очень интересное приложение, вплоть до того, что вы можете пообщаться там с самим хозяином, узнать за машину. Само приложение вам подскажет интересную сумму, ну, то есть цену, генерирует цену. Говорит, по рынку это хорошая цена, дорогая там, или вообще не стоит покупать. Там же есть отзывы. И также вы можете очень быстро и легко продать на дроме свою тачку. Просто отфоткали свою стеску, дром сам за вас все заполнил. Поэтому все ссылочки на дром я оставлю в описании. Скачивайте приложение дром, ну, и оказывайте братскую поддержку моему каналу. Хотите, даже бабахну ваш в щечку. Представь, ты сидишь, листаешь, и вот хочешь купить себе машину. Ты молод, тебе там 30 лет, ищешь что-нибудь типа Hyundai. И тут раз, и тебе ML 6.3, а цена у него лям. 800 тысяч. На фотографии он невероятно красивый. Нахуй, какая понтовая тачка. 6.3, какой хунда, это лоб. А там раз переписался, приехал, увидел. Стоит вот такая тачка. Ай, мне 30 лет, а я хочу купить себе там какую-то хуйню. И ты раз, и подкидываешься на то, что это 6.3. Ты подкидываешься на его звук. Ты подкидываешься на его салон, на кожу. И берешь, и покупаешь его. И как только ты заключаешь сделку, переоформляешь на себя машину, человек, который тебе ее продал, он уходит и говорит, спасибо, Боже. Спасибо, Господи, что ты дал мне такого оленя. Благодарить просто все, что можно поблагодарить за то, что его семья, все, она будет кушать. Она просто будет есть. Он сам будет есть. А в этот момент ты приобретаешь такой фалоимитатор, который называется Mercedes-AMG шерсти 3. Не будем говорить там моторы, там еще что-то. Это рестайлинговая ее версия. До рестайлинга и рестайлинга ничем отличаются. Ну вот вышла тачка, у нее есть какие-то болезни. Она выпускалась какое-то определенное время. Люди поняли, что это за болезни. В рестайлинге эти болезни устранили. Но болезни-то по сути есть всегда. Машина старая, никуда ты от этого не денешься. И она прошла ни одного и ни двух даже человек. И первый человек, который ее купил, он ездил, сука, на ней до скончания ее ебаной гарантии. Вот он ее купил, все, гарантия закончилась, и он начинает плакать. Потому что машина просит деньги. Но несмотря на то, что она красивая, да, она по кайфу. Мне кузов ее тем и нравится, что она брутальная. В мире сейчас вот безликих автомобилей, которые сейчас выпускают, да, даже сейчас эта тачка смотрится очень красиво, очень внушительно. И притягивает к себе взгляды. У нее остались покупатели, у нее остались поклонники, бабы на нее до сих пор смотрят. То есть машина была выпущена как бы вперед немножечко, не на века, а на года. Внешность ее сейчас, с учетом того, что сейчас выпускают, да, то, что какие машины выпускают сейчас, даже тот же самый Mercedes, BMW там и так далее. Она просто выпущена, вот ее дизайн сработал настолько, что он красив по сей день. И это не только ML, это тот же Cayenne, это тот же X5. Людям эти машины нравятся. И вот на этом, вот на этом нравится, сейчас и играет вторичный рынок. Человек, когда он молод, он не хочет себе какую-то хуйню покупать. Ты же молодой, тебе же хочется вы***ться. Тебе ни одна телка не дает, потому что ты ездишь на какой-нибудь Cobalt и Chevrolet. В обзоре на SQP говорю, каждый человек, сука, покупая себе ту или иную машину, ищет в ней кусочек Понто. В любом случае, даже кот, когда покупал свою Волгу, он искал в ней кусочек Понто. Ну, самое, что интересно, что он до сих пор его ищет. И ни хуйня найти, блядь, не может. Но он верит, он хуйнгчит, ну, ладно, хотя бы бабка ебаном буду я. Я же категория, блядь, ну, людей, которые типа Волга, блядь. Поэтому ты покупаешь себе что? Ты покупаешь себе огромную, сука, проблему. Если ты не можешь зарабатывать, ну, не то, что не можешь, если у тебя не получается. Нет у тебя такого дохода, чтобы содержать эту машину. Просто поймите, человек ее купил, отъездил ей гарантию, да, там, все, она стала сыпаться. Он ее продает, тот покупает. Понимает, что человек, который до него, блядь, купил, он как-то по гарантии еще справлялся. Начинает менять ее, там, ставить более бюджетные варианты. Потом ее покупает третий. Ты покупаешь 63-й ML, садишься и не получаешь вообще никакого удовольствия. Да она хуже, эта тачка. Она имеет внешний вид, она пущена 70 тысяч раз по страховке. С нее сняли и выжали все соки, какие могли с нее выжать. А ты на это купился. Купился на то, что эта тачка уже на рынке не стоит тех баснословных денег, которые раньше за нее отдавали. Но отдавали за нее люди, бабки, которые имели эти бабки. Они поездили, получили порцию своего удовольствия, продали, 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 продали. А потом люди, которые его покупают, им надо как-то двигаться. У кого-то эта машина одна в семье, у него работа заключается в передвижении там или еще что-то. Вы сразу же лишаетесь того, что, ну, она просто не даст вам зарабатывать. Даже если вы будете зарабатывать, вы будете зарабатывать на нее. А потом приходят вот такие интересные схемы, как ее пустить по страховке, заработать с нее еще что-нибудь, чтобы у тебя семья хавала. Ты со своей зарплатой в 60 тысяч рублей в регионах. Да ты уедешь кормить эту машину. У нее конский расход, у нее конский налог, у нее все конское по нынешним меркам. Особенно 6,3. Поэтому я всегда говорил, не поддавайтесь, не подкидывайтесь на это. Не подкидывайся, но если ты уже подкидываешься, то хотя бы, сука, смотри, что ты покупаешь. Смотри, проверяй, пользуйся различными услугами. Она просто залезет на тебя, возьмет тебя за чуб, сука, и отстучит твои гланды так. От того, что она тебе гланды стучит, у тебя жопа больше станет. И не только это, так же Каен, так же Х5. Да, вы будете получать удовольствие, вы будете понтовы, но оно тоже все настолько условно. Подъехав на такой машине, вас будут немножечко по-другому встречать. Согласен, миллион в гору. Вас будут немножечко по-другому встречать, да. Но ты-то сам себя как будешь чувствовать, подъехав на такой тачке. Ты будешь первым клиентом на разборке. У какого-нибудь Армена, у какого-нибудь Хвичи, Гоши, Гочи. У тебя будет золотая карта на разборке. У тебя будет очень много кинтов, Дагов. Кинтов у тебя очень порядочных. Обожаю людей этих. Ну, никогда против нации ничего не имел. Потому что есть же такие люди, которые цепляются вот за этот момент, да. И начинают раскручивать вот. За Дагестан почему заговорили? Потому что Даги обожают 6.3. Ну, я как-то в Сечке же говорил, что им надо на герб именно вот АМГшний поставить. Ну, потому что как любят в Дагестане 6.3, так его не любят нигде. Поэтому у тебя сразу поменяются контакты в телефоне. У тебя появится Мага 6.3, Абдул Рашид 6.3, Казим 6.3, Тага Избирбаш 6.3. Огромное количество людей в Дагестане, через которых ты будешь покупать себе запчасти. Да, это красиво, безусловно. Сто раз говорю, это очень красивый кузов. Мне нравится он всем. И сейчас это смотрится очень красиво. Я понимаю, что вот это очень-очень-очень-очень сильно тебя манит. Ты бы в молодости хотел, пока ты молодой, вот чтобы у тебя вот были вот эти заветные буковки. Не год рождения 63-й, потому что он тебе уже не нужен, тебе уже 7 с чем-то лет. МЛ-ка 63-й, там вот эта надпись, АМГ. Люди, которые продают эти тачки, и когда видят, что к ним приходит покупатель, и не всегда грамотный покупатель, они берут, знаешь, чем? Звуком. Он такой вкусный, что у тебя вот здесь что-то нахуй отключается. Разум. Ты слышишь его, и тебя просто нахуйяли. А если еще там катализаторы убрали, какие-нибудь пайпы, он тебе расскажет слова, которые ты еще нахуй не знаешь. Stage 17, пайпы YX, форсунки 189-й ревизии, заведет, погазует, и ты, блядь, у тебя уже все, и ты, все покупаю. Лучше б ты зашел в секс-шоп, купил. Стропон розовый, на батарейках, он бы тебе встал дешевле, одноразовой покупкой, и обслуживать его не надо. Пришел, поставил, сел, встал, просто батарейки меняй. Ну, и, естественно, режимы там тоже есть, комфорт, спорт, спорт плюс. Ну, и если еще дорогой купишь, там есть трек. Откуда здесь столько-то много? Ну, я так думаю. Пацаны, реально, я очень люблю такие машины. Очень много людей любят эти машины, и вы любите там, и многие хотят прикупить себе такие машины, многие об этом мечтают, многие копят, но, пожалуйста, будьте рациональны в своей покупке. А когда ты еще открываешь багажник, внимание, ой, а где он? Вот он. А когда ты поднимаешь багажник и видишь еще вот это, то, братан, беги так вот, как золотая антилопа, короче, скачи. Я не хочу никак оскорбить человека этого, не-не-не, абсолютно никак. Просто я не понимаю, ребят, когда вы покупаете себе автомобиль, в принципе, необычный, это не гражданская тачка в плане просто покататься, да, там. Ну, это не такая машина. Это АМГ, в конце концов, это 6,3. Это, я просто в шоке. Я понимаю, куда ты купил себе ебаный 200-й крузак. Он жрет, ну, немеренно. Он едет, но, сука, жрет. Я понимаю, куда ты купил себе 300-ку. Ну, ты в нее ставишь газ. Ладно, ты просто жмот. С ним. Ну, когда ты покупаешь что-нибудь кричащее, X5, M, КН, С, Турбо, С, ML, 63-й, и ставишь на него газ. Ты ставишь на него газ? Газ ни к чему хорошему, сука, в дальнейшем не приводит. Ты сэкономишь, блядь, ладно, на топливе, но потом ты встрянешь, блядь, на капиталке своего движка. Ну, не играет вот эта экономика, должна быть экономной. Как ты можешь купить себе автомобиль, который должен тебе доставлять удовольствие в скорости, в наборе? Ты должен, блядь, кайфовать с этой машиной. И ты заезжаешь, блядь, и говоришь, блядь, поставь мне газ. Газ мне поставь, желательно, свежий утренний. Сколько стоит установить газ на Атма-движок? На Весту 50. Это на Весту 50 на 4 цилиндра. Значит, сюда сколько? Не 100, братан. Потому что там газ ставят по лошадям, по количеству лошадей. То есть там редуктор, который должен тянуть твоих лошадей. Этот, ну, 150. 150 тысяч просто сюда поставить газ. Нормальная машина, за которой ухаживают, в которую не жалеют денег. Да, не всегда это получается делать оригиналом. Не всегда. Но есть же хороший качественный аналог. В любом случае. Загони, посмотри, подключись, продиагностируй. Но она не так, да хавай. Ну, пусть она кушает 25 литров. Это при очень спокойной езде. Да нет. Если у тебя нормально работает двигатель, если у тебя вся электроника в порядке, если у тебя машина ухоженная, она, ну, не будет кушать. Если ты ей будешь постоянно напихивать, согласен, там уйдет. Ну, на газу ты ей куда напихивать будешь, блядь. Точно так же многие боятся там пневмоподвески. Пневмоподвеска сейчас, ну, непроблемная. Ты можешь заехать и как-то бюджетно это все сделать. Но на пневме машина едет вообще по-другому. Она управляется по-другому. На пневме вообще тачка поинтереснее. Что касается двигателя. Первая проблема у них была вот эта звезда. Звездочка. За это тоже, за это все, нахуй не будем говорить. Мне просто чем нравится. Я вообще не особо люблю турбомоторы. Ну, не особо я их люблю. Я люблю Atma. Вот Atma, звук атмосферного V8. Ну, просто кайф. Да, в Центральной России, ну, там, на нее уже никто не смотрит. Вы понимаете, что вот этот понт, там, где есть бабки, он закончился для нее. Там сейчас другие понтуются. То есть, вот этот понт, он уже рассосался. А рассосался он куда? В регионы. В регионы. Он ушел в регионы, где не каждый себе может позволить купить последние ML, да? Или предпосли, или GL, там, или еще что-нибудь. Поэтому мы их до сих пор здесь покупаем в регионах и дальше продолжаем понтоваться. Но прикол в том, что понт слишком дорогой. Поэтому думайте, прежде чем купить такую тачку, всегда думайте. Я, может быть, неправильно скажу, но некий геометрический диссонанс здесь, знаешь. Вот по бокам она округлая такая. Вот, кругленькая, жопа у нее такая пухлая. А вот ебучка у нее угловатая. Все это вместе, ну, дает такой очень красивый автомобиль. Эти колеса тоже, кстати, у АМГшников как блины. И вот самый прикол, самый прикол. Здесь нет, здесь такого нету. Ну, вот самый прикол этого номера. 0,63. Если у тебя 63 и номеров 0,63 нету, ты не в теме. Ты так. У БМВшников, кстати, этого нету. У них буква только. М-ка. Ну, вот, если у тебя 6,3, 0,63 у тебя должен быть по-любому. Хотя номера же не такие дорогие 0,63, по сути. В них нет ничего интересного. Просто, опять же, кто-то на этом делает бабки. На ком? На вас. Потому что что? Потому что вы понтуетесь. И вот кто-то на том, что вы понтуетесь, зарабатывает нихуевый, так скажем, кэш. Не, ну, что за салон говорить? Откровенно, не пи***ю, что за салон, да? Старенький и даже на тот момент такой скучненький. Все обшито кожей, все строчка, как полагается. Дорого-богато на тот момент. Да, да, и даже сейчас. Достаточно, ну, спокойно просто сидишь, понимаешь, что это дорогой салон. Это в любом случае Мерседес. Здесь у нас Алькантара. Деревянные вставки достаточно в неплохом таком состоянии. Потому что, ну, не только у Мерседеса, кстати. Вот эти все деревянные вставки, они потом со временем, да, вот, трескаются. Отслаивается лак. И очень, ну, очень много людей на это просто забивают болт, потому что восстановить это очень дорого. Ну, и первый выход из положения, это заклеить какой-нибудь, там, китайской карбоновой пленкой. И ты открываешь салон, казалось бы, дорогой тачки, там, 6,3, там, а все дела открываешь, и он заклеит китайским карбоном. Да, человек может сказать, да ладно, нахрен мне его перелачивать, да. Меня его просто заклеил, там, и, ну, все. Да ебало себе заклей тогда. Зачем ты за собой ухаживаешь? Ну, это, опять же, посмотри, да, что происходит вот с этим моментом. Здесь где-то отклеивается. Ну, и мало кто этим занимается, потому что это дорого. Это дорого. Сейчас просто снять, чтобы вот это вылечить, это надо снять панель. Может, это надо, там, раскроить и опять пошить. Буквально пару дней назад мы были в Москве, ездили на таком же Мерсе. Но он, конечно, был не 6,3, по-моему, 5-литровый, да. Рома открыл окно и не закрыл. Ну, оно уже не закрылось. И мы там начали делать какие-то танцы с бубнами, звонить, там, гуглить, что произошло, как. В итоге мы сос, сос, салам, тренер в Москве, тренер, по имени его никто не называет. И он просто заднюю обшивку, короче, что-то нижнюю часть отдернул, карту дверей, позавал провода, короче, все, и она встала на место. Очень много глюков по электронике у этой тачки со временем. Естественно, это нормально. Также у них еще, как и у Каэна, у X5 особенно эта бешеная болезнь была, когда влага попадает сзади через вот эти уплотнительные резинки, заливает наные блоки. И потом у тебя начинается, опять же, нервоз. Но все это перекрывается вот звуком выхлопа. И вот ты, блядь, забываешь про все проблемы. И вот и купился на этом. Стоять не будем, поедем. Что? Так, давай поставим. Мы на комфорте поездили, блядь, чуть-чуть. Я хочу поставить артизантори в режим и спорт. Ну, поехали, блядь. О-о-о! О-о-о! Сука, она газует. Самое, чем интересно, когда, понимаешь, ну, в голове держишь мысль, что она у тебя на газу, да? Не садишься и на приборке еще видишь, блядь. 320, я, блядь, там, мне вот очень хочется, знаешь, вот где уровень топлива, где показывается, там же заправка пишется, ну, рисуется. Вот ее зачеркнуть и газовый баллон туда нарисовать, блядь. Звучит, но на газу, опять же, не едет. Где у него эта кнопочка невошняя, да? Газовики, конечно, могут поставить такой пи***, что... Я много раз говорил, что вот в те годы, я не знаю почему, но Мерседес не было у него вот этой острой лёжки, и он ехал как С-класс. Любой 6,3, там, 55, неважно. Даже в час ты едешь, подвеска на спорт режиме, ты чувствуешь, какой мягкий. Он все равно вальяжный. Даже вот в эти машины они все равно вкладывали вот этот комфорт мерседесовский. Она не зажималась настолько, чтобы ты получил управление. Чтобы машина там вот прям держалась за дорогу. Поэтому на тот момент, мне кажется, X5 давал на Ротару, что Каену, что МЛу. Насколько я знаю, сколько я различных видосов коротких посмотрел, там, МЛ 6,3, ВС, да, там, Каен. Даже Каен его отстукивал. Он прям знатно отстукивал. Он не был быстрым. Настолько, насколько его представляли, настолько, насколько он выглядит. А сколько у него? 500 чем-то лошадей. Ну, ВИКЕЙ, допустим, один SRT его отстукивал. То есть он не закрепил за собой вот как бы звание быстрого, как это сказать, кроссовера. Но по-своему харизматичная тачка. Но сама вот эта тачка, она не располагает в такой какой-то быстрой, резвой такой езде. И хочется на нем ездить тихо, спокойно. Ну, со светофора ты, ну, кого-то там, я не знаю, чуть подергаешь, там подзаребешь. Ну, в минус себе. Максимум подергаешь, потому что сейчас даже, даже любая Шкода какая-нибудь на 1.8 Турбо тебе просто даст под гланды. Просто осталась за ним слава, да, вот этот шильдик 6,3. И вот мне не хочется на ней наваливать, я на ней еду спокойно, потому что на ней спокойнее, приятнее, приятнее ездить спокойно. В шашки поиграть, там, активно поводить, там, или еще что-то, ну, нет. Но так, неплохая тачка, хорошая. В ней есть харизма, в ней есть что-то вот такое, что тебя тянет. И самое, что интересное, да, ты не можешь найти ответ. А что тебя в ней, ну, как бы, что, 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 что манит в этой машине? Чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть вот здесь и чуть-чуть вот там. Ну, вот, чтобы я сказал, вот, 100% вот из-за этого я себе купил машину, я не могу найти вот ничего. Ну, если бы сейчас задать, вот, вот мне вопрос, борода, ты бы купил себе такую тачку? Я, наверное, 90% бы сказал, да, купил бы. Но не потому, что я на ней хочу гонять там или еще что-то. Потому что имя. Потому что АМГ, потому что 6,3. Все. Да. Ну, что, он быстро едет? Ни хуйня, он не быстрый. Немедленный. Он немедленный. Вот, вот, прикол в чем. Он немедленный, но, сука, не быстрый. Почему все привыкли? Да, у меня 6,3. Все, и на этот 6,3, значит, пизоджура. Ракета, что ли? Ну, все равно по кайфу, что, по кайфу, тачка. Нормальная машинка. Ну, дорогая, блядь, ну, я бы себе такую купил. Противоречивая тачка, в ней очень много но. Ну, вот, но это, но это. Ты же сам меня поймал на этом. Но. Очень много но. Хрен ее знает. Но. Опять. Но. Понимаешь? Но. Но если уже вот под занавес говорить о твоих, как это сказать, о твоих вопросах, взяли ли меня марсоводы в заложники, я надеюсь, я ответил тебе на вопрос вот в этом обзоре. Ни хрена они меня в заложники не взяли. И, честно, если сказать, сама-то тачка неплохая. Она хорошая, она интересная. Но она дорогая. Нынешние реалии в хорошем состоянии такую тачку сейчас очень тяжело найти. Несмотря на то, что вот эта машина, она, скажем так, не в идеальном состоянии, но в достаточно таком плотном, за ней ухаживают. И даже у нее есть какие-то некие проблемы, с которыми человек впоследствии сталкивается. И ему приходится оплачивать все вот эти капризы. Так-то тачка неплохая. Говорить за нее, что это плохая машина, ну это одно чистый пи***ш. А то, что сейчас продается на рынке, ну это далеко от достойного состояния. Если вы хотите все-таки, если я не переубедил вас покупать эти дрова, как тачка, это неплохая машина. Ах, п***ная, я бы даже так сказал. Но не сейчас. Поэтому, если я не переубедил вас покупать себе эту машину, пожалуйста, беритесь, берите, а потом беритесь. Ну вот, сначала покупайте себе тачку, а потом вот так хапните висячего. Вот, и сами приколитесь. Ребят, выбирать всегда только вам. И крайнее решение, ну, принимать только вам и вашей голове. Еще раз говорю, никто из блогеров, ну, вообще не то чтобы не то, всем блогерам, п***ю, что все купить. Никто вам не скажет, там, да не бери это, или там, возьми вот это. Потому что брать на себя какую-то ответственность и говорить, вот купи. А потом, чтобы тебе говорили, я вот этого дурня услышал. Ну, сказал, бери, а я столкнулся, вот, уперся лбом в х***. Ну, вот, поэтому решать всегда только вам. Нужна вам эта тачка или не нужна, как бы есть вы, ваша голова, ваше сердце и ваши желания. Берите, покупайте, вообще ни о чем не думайте. Ну, и никого не слушайте. Потому что, если еще раз говорю, есть ты и твой кайф. Пока ты не вкусишь это, пока ты сам не разочаруешься, пока ты не наступишь, сука, на эти грабли. Тебе истины, по сути, никто не скажет. Поэтому давайте, пацаны, дерзайте. Надо, покупайте. Не надо, ну и не покупайте. Обойдите проблемы стороной. А если вы, ну, любите, ну, есть же такие люди, они намеренно наступают на эти грабли. Да, ты от меня за***ла. Они намеренно наступают на эти грабли. Если ты один из таких людей, то, пожалуйста, добро пожаловать в семью. В семью, да. В семью Хилл. Ну, и как говорится, пацаны. Индегроссом фамилия Нихт. Ебалом клац-клац, я его все. Нихуник, рода. Я по-немецки заговорил. Да, а с вами был Марат Бородоколев и канал Лосата Ченнел. Спасибо, что до сих пор со мной. Я не буду сейчас, как все вот эти блогеры сейчас. Скорее всего, завтра уже Ютуба не будет. А может быть, его уже нету. Там, а как мы будем? Эй, ахрененно все будет, пацаны. Не будет Ютуба? Ну, и не будет Ютуба. Оставляйте свои комментарии. Ну, а с вами был Марат Борода в Панамке. Кольев. Ну, и не забываем про приложение Дром, скачав которое. Еще раз говорю, вы поддержите мой канал. Давайте увидимся в новой серии, в новом обзоре, в прекрасном настроении.